Продолжим наши беседы. Сегодня произошло событие, буквально несколько часов назад, которое, наверное, всколыхнет все информационное пространство, наверное, мировое даже. Это то, что сбили наш самолет над территорией Сирии. Мы буквально две недели назад проводили беседу. Неделю. Пару недель назад проводили беседу. Десять минут точно. Наш технический эксперт Павел Березиков, предприниматель, он же специалист по технике и вооружению, очень неплохой специалист. Те, кто видел, понимают это. Как раз он рассказывал нам очень подробно про самолет Су-24. Про его историю, про его технические данные, про его возможности и так далее. И вот мы не могли сегодня не продолжить эту беседу, не вдаваясь в какие-то предположения, утверждения, потому что аналитики сейчас, конечно, работают очень плотно. Там, в принципе, картина уже практически становится понятна. Но нам интересен технический вопрос. И вот, Павел, я хочу вам задать несколько таких вопросов прямо по ходу нашей предыдущей беседы. Вот самолет Су-24, фронтовой бомбардировщик, который вы в прошлый раз подробно очень описали и очень хорошо. Многим понравилось, кстати. Вот смотрите, он передает нам информацию, передает информацию, что он был сбит на высоте 6 тысяч метров. Я думаю, военному руководству нашему нет смысла врать, вводить в заблуждение. Наверное, предположим, так, что так это, наверное, и было. 6 тысяч метров. У меня к вам вопрос. Какой установкой на этой высоте могли это сбить? Это могло быть ПЗРК сразу? Ну, в принципе, такие ПЗРК есть, которые работают на высотах, так сказать, 6 тысяч предельно. Тем более, надо понимать, что рельеф местности, так сказать, можно использовать рельеф местности, то есть добавить себе снизу как бы... Высоту? Да, да, да. Но это, так сказать, последние системы, так скажем, дорогие очень, требующие высокой квалификации, как бы, да, ну, наподобие, там, я не знаю, Старстрик, да, вот такие, вот, допустим, да. Это американские системы? Нет, английская, английская Старстрик, да, там, 3 боевых элементов, да, сверхзвуковые они, ну, вот, как вариант, да. Вот. Есть еще комплексы, так сказать, да, значит, но есть один нюанс. Почему я говорю, что это не ПЗРК, однозначно, да, потому что Су-24, это, знаете, так сказать, бронированный, так сказать, воин, да, который, так сказать, был рассчитан на попадание нескольких ПЗРК, понимаете? Вот вопрос какой. Вот так, да? Да, конечно, да вы что, мы с Афганистана, так сказать, несем, порой, так сказать, по два ПЗРК садились, так сказать, на полосу, совершали обычную посадку, да, после попадания двух ПЗРК. Ага, секундочку, сразу тогда вопрос по ходу. В Афганистане столкнулись тогда с чем? Чем был вот этот комплекс «Стингер» опасен? С тем, что он сбивал только вертолеты, или он сбивал и самолеты тоже? Нет, он сбивает все подряд, так сказать, да, у кого... Он собьет все, что у кого есть инфракрасная сигнатура. Да, поднимите машину в небо, так сказать, да, он и по ней шарахнет, и прилетит именно, так сказать, в нагретую часть, так сказать, да. Ну, там же разбрасывали какие-то тепловые лампы. Ну, потому что, конечно, да, и ведь ПЗРК, тут задача-то какая, так сказать, в ПЗРК? Это уместить все это, так сказать, в один вьюг, чтобы один человек это мог нести, да. Туда входит все, и система наведения, и стартовая, точнее, и горючая ракета, так сказать, да, и сама ракета. И вот тут в конце появляется БЧ, боевая часть, да. На «Стингере», если мне не изменяет память, так сказать, средний где-то вес 4,5-5 килограммов БЧ. Вот и все, вот и все. Ну, что это, так сказать, да, ну, в лучшем случае, вот, БЧ, она тяжелая, срывчатки же, они тяжелые, так сказать, да. Вот это, собственно говоря, две пивные банки, вот так, если это реально, две пивные банки. Вот такое, вот такое изделие, да, ну, неужели вы думаете, так сказать, да, это при каком-то стечении обстоятельств такое могло быть, так сказать, да. Я же здесь вижу другую ситуацию, здесь я вижу, так сказать, да, это засада. Хорошо, хорошо. То есть, мы с вами закроем этот вопрос. ПЗРК исключен? По моему мнению, так. Исключен. То есть, никакие системы, ни английские, ни американские. Переносные? Переносные. Исключено. Исключено. Так, тогда второй вопрос. Значит, это тогда наверняка какая-то система ПВО. Ну, не сомневаюсь. Стационарная. Нет, в любом случае, так сказать, да, сбила, так сказать, его ракета, да, однозначно уже, да, ракета ПВО, ракета ПВО, да? Ну, да. То есть, это ракета, которая поражает самолеты, летящие самолеты. Ну, типа нашего Бука. Вот я почему говорю, летящие самолеты, да, вот, эти ракеты могут стартовать как с земли, так и из-под крыла, понимаете? Зачастую они, так сказать, подвергаются минимальным доделкам, да, обычно стартовый пороховой ускоритель ставят, так сказать, да, вот тебе она та же самая. Ракета Урпитон, к примеру, да, вот израильская, известная, так сказать, да, она начиналась как из-под крыла стартовать, так сказать, да, а сейчас, извините, все вот эти их не спайдеры, не превзойденные, на самом деле, системы ПВОшные. Два варианта, или стационарная система наземная ПВО, или из-под крыла какого-то самолета. Да, да. Давайте тогда этот вопрос рассмотреть из технической. Так сказать, наземная система ПВО у турок, как бы, да, все известны, грубо говоря, да? Вот, это Найгер Кулес, ракета первого поколения. Секундочку тогда, тогда мы сейчас вопрос не рассматриваем, вы произнесли слово турок, значит, мы этот вопрос во вторую часть вашей беседы перенесем. Это вопрос политический. Окей. Значит, я почему подвожу это, начиная с конца, как раз мы хотим исключить все различные инсинуации по этому вопросу. Что это может быть? Давайте рассмотрим вопрос, мог ли быть это воздушный удар. Вот. Вот, давайте вот этот вопрос сначала рассмотрим. Ну, вот, вы знаете, вот, лично я субъективно так, да, на, опять же, так сказать, по теории вероятностных рассуждений, да, вот мне кажется, что это был F-16, да, с ракетой «Авраам». Вот, скорее всего, это было так. То есть, все-таки, вы предполагаете, что это самолет F-16, да? Мне кажется, так, да. Значит, то у кого, в какой, в каких войсках он умеет, скажем так? Ну, это, это... Присутствующий. Самый массовый перехватчик НАТО. Присутствующий. Даже истребилемордировщик НАТО. Самый массовый. То есть, вы предполагаете, что это мог быть самолет НАТО F-16? Да. И наши его наблюдения не заметили или как? Почему? Наши могли его заметить. Наши могли его заметить. Могли заметить. Но пока это, эта версия... Нет, одно дело заметить, а другое дело привязать его, вот, к этому, так сказать, случаю. На какое расстояние он может действовать? Вот он, летит это F-16, допустим. С какого расстояния он мог зацепить, скажем так, наш Су-24? Теоретически, из 50 километров. С 50 километров, да? Да. Так, кому мог принадлежать такой F-16? Ну, НАТО. НАТО, это понятие растяжимое. Ну, кому, если это сирийско-турецкая граница, так сказать, да. Ну, Сирия, слава Богу, пока не в НАТО, так сказать, да. Поэтому это мог быть либо турецкий самолет, так сказать, да, либо... У них есть. Есть, F-16, да. Это самый массовый, это базовый истребительный-мортировщик НАТО. Да. Они есть у всех. Вот даже сейчас варшавский договор, так сказать, да, не могут летно пригодным, летную годность поддерживать наших истребителей, которые им достались, да. И летчики плачут их, да, переучиваются на F-16, вот. Потому что мы немножко тоже их обрезали там запчастями и прочим расходниками, так сказать, да. Поэтому им сложно эксплуатировать наши самолеты. Но они все говорят, что ваш МиГ-29, да, это в два раза лучше F-16, так сказать. Да, да, да. Вот. Но, тем не менее, пересаживаются на F-16. F-16 выпускается до сих пор мелкими партиями, да. Сейчас его делает Локхит Мартин. А вообще-то произвел его на свет General Dynamics в 76-м году. Была такая фирма. Потом они все посливались сюда. Вот у них было, так сказать, время, так сказать, слияния и поглощения фирм. Помните, они все посливались. Сейчас два аэростроительных гиганта у них, грубо говоря, да. Локхит Мартин и Боинг. Ну. Я не помню, это вы знаете. Да, да. Ну вот они сейчас, ЛРСБ, новые бомбардировщики, они доверили Грумману. У них тоже старая фирма есть такая, я бы сказал. F-14, кстати, делал Грумман. Вот. Ну, мы отошли. Ну, нет, мы не отошли, Павел. Все нормально. Я почему и веду это так потихонечку? Хорошо, хорошо. В принципе, вполне вероятно наличие F-16 у турецких военных воздушных сил. Значит, и возможен вариант, что F-16 там вылетает с какой-то базы НАТО, да? Тоже возможно. Возможно. То есть, это возможен вариант, исключен? Возможно, не исключен. Понятно. Ну, как бы версии, мы сейчас об этом и говорим. Значит, есть еще что-то добавить по этой версии воздух-воздух? По версии воздух-воздух? Ну что, надо немножко вспомнить, как бы, да. Да, ведь, видите, у нас, у нас, прямо с первых дней, так сказать, нашей, так сказать, работы в Сирии, работы нашей авиации в Сирии с первых дней, вот на этом участке, в общем-то, он не такой продолжительный. Вот это, вот, совместной границы турецкая с сирийской, да? Восемьсот километров, нехило. Ну, и туго, так сказать, да, да. Ну, вот, вот этот, вот именно, так сказать, оперативный, вот это место, да, где, да, тем более, видите, там же... Могут столкнуться оперативно, это север района Лепа, там, именно там, где ходят наливники, вот эти вот, понимаете? Да, 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 это другой вопрос уже политический, все понятно. То есть, там вполне возможно, что пошло какое-то прикрытие этих наливников, на раз... Нет, суть такова, что, смотрите, я вам говорю, что в первых дней нашей работы там, да, начали появляться какие-то инциденты. То, так сказать, мы там чуть с предатором не столкнулись, так сказать, с беспилотником американским, так сказать, рипером, точнее, так сказать, да, то там F-16 мелькал неоднократно, как бы, да, они чуть ли там не крылок крылом, Суд-30 вставали, как бы, да, местами. Вот, то есть, как бы, собственно говоря, летные происшествия такие, несерьезные, такие... Мелко-провокационного характера. Мелкие, да, да, они уже, так сказать, были и до того, именно вот на этом участке, так сказать, да. Ну, а дальше, опять же, по теории, так сказать, сравнительных рассуждений, да, посмотреть, что предшествовало тому... Да, это мы сейчас, до этого коснемся. Да. Я сейчас по, ну, по ситуации воздух-воздух, еще что есть сказать, по ситуации воздух-воздух. Ну, воздух-воздух, там все остальные ракеты, они, так сказать, менее дальнобойные, да. Какая-то ракета? Ну, Сайдвиндер, самая распространенная, да, АМ-9, вот они сейчас новые пошли, АМ-9Х, самые последние, так сказать, да. Американцы, кстати, по-моему, туркам их тоже продали недавно, буквально, так сказать, да. Но они сейчас всех, всех анатомцев вооружают этими ракетами, да, потому что у нее система наведения более совершенная, так сказать, да, селекция целей на фоне всяких помех, на фоне земли и так далее. Вот, поэтому это новая ракета, как бы, но у нее дальность небольшая, 10 километров максимум, 10 километров максимум, так сказать, да. Вот, поэтому у меня есть у них вот эта вот ракета Амраам, так сказать, да, была у них такая ракета Сперроу, известная, так сказать, да, она у них 30 лет на вооружении стояла, грубо говоря, и сейчас стоит еще, так сказать, да. А там в загашниках, так сказать, на складах еще их, знаете, сколько лежит, я уверен, так сказать, да. Вот, а Амраам, это ракета нового поколения, она сделана на базе вот этой ракеты Сперроу. Вот, значит, это ракета средней дальности, средней и увеличенной дальности, так сказать, да, значит, дальность поражения где-то в районе, вот, 50 до 80 километров, в зависимости от модификации, как бы, да, точнее, сколько в нее твердого топлива, вот, так сказать, да, вот. Вполне вероятный вариант. Как вариант? Мне вот почему-то кажется, что это была Амраам, да, она сверхзвуковая ракета, малодымная, так сказать, да, ее практически не заметишь. Я почему, вот, против, я почему, почему я, это самое, вот, почему-то, так сказать, я сомневаюсь, что это с земли били, так сказать, да, потому что с земли все же это гораздо более затратная штука, понимаете? Это нужен расчет, это нужен транспорт, чтобы выдвинуть, развернуть, понимаете, так сказать? Ну, тогда переходим к этому варианту. К земле. К земле. К землевозов. СУФА-100Р, так сказать, да, землевозов. Мы, значит, ну, как бы аналитики говорили эту информацию, что Турция разместила на границе вот этой, на участке вот этого вот столкновения, которые вот там узкие участки. Да, оперативные, так сказать. Разместили несколько комплексов. Оперативного взаимодействия. Несколько комплексов ПВО. Против кого? Ну, не против же, наверное, ИГИЛ. Ну, чего бы они размещали? Ну, да, пока у ИГИЛа, вроде, авиации пока такой нету, массовой. Ну, конечно. То есть, вот они размещают турки комплексы ПВО. Что это за комплексы? Чему они аналогичны? Насколько и как они работают? Ну, как бы у турок, да, у них, ну, во-первых, так сказать, да, это блок НАТО, страна НАТО, так сказать, да, поэтому у них есть, так скажем, обязательства, внутриблоковые обязательства по ПВО. Понимаете? Вот, поэтому она не может, в принципе, так сказать, да, если вы блок НАТО, так сказать, да, вы не имеете права развивать свою ПВО как-то отдельно. Только в сообща, так сказать, да, вот у нас купили греки С-300, так сказать, да, но это же не просто так. Это после долгой консультации с НАТО, и больше не для того, чтобы защитить себя, а чтобы, так сказать, порадовать своих партнеров по НАТО, таким экземпляром близко посмотреть на них. Приобретение. Да, 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 и он четко там интегрирован все равно в общую систему, вот. Так вот, значит, поэтому, собственно говоря, у турок, да, что у них есть, грубо говоря? По, 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 по нарастающей, скажем так, да, ну вот стингеры, да, ПЗРК мы их убираем, да, дальше идет Райпира, старый комплекс, еще на Фолклэндах англичане воевали им, так сказать, да. Это что? Ну, это типа наши осы, как бы, да, 10 километров максимум. Это тоже ПЗРК? Нет, это не ПЗРК, оса это не ПЗРК, извините, да, оса это не ПЗРК, да, оса это не ПЗРК, да, это оса, это комплекс ПВО малой и средней, малой дальности, малой дальности, да. Что это все представляет? Ну, грубо говоря, это... На автомобильном ходу или какой-то стационарный еще? Рапира? Оса, да, да, да. Не, а Рапира и оса это примерно комплексы, примерно одного класса, так скажем, да, они бывают и мобильные, и стационарные, и автотранспортабельные, так сказать, да, и на прицепе, так сказать, да, и на самоходной установке, грубо говоря, суть там какая, так сказать, да, ракета, ракета, ракета... Надо всегда смотреть на вес ракеты, это, это главный показатель, так сказать, да, по весу ракеты мы можем определить количество топлива, примерно, так сказать, БЧ и так далее, то есть, и будем, примерно, понимать, что за класс ракет, так сказать. Вот, Рапира, я могу ошибаться, так сказать, да, но примерно ракета весит 70 килограмм, не больше 100 точно, вот, там тоже есть свои вариативность небольшая, так сказать, да, среди модификации этой ракеты, так сказать, да, но тем не менее, ну что 100 килограмм, ну, наша оса примерно так же весит, грубо говоря, меньше, точнее, за килограмм 60 ракета весит. Ну, 10, ну, БЧ будет 10, БЧ будет 10, да, нет, ей уже можно, конечно, так сказать, попытаться, да, достать, да, да, но все равно это, это будет на, так сказать, на излете уже, так сказать, да, на пределе всех возможностей, вот, и опять же, все равно ее же надо... Вот, а такого высококлассного специалиста, который... Да, 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 согласен, 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 тем более, видите, опять же, так сказать, да, он же ведь не на месте стоит, понимаете, самолет, да, или он двигается, он может зайти... Я про это и говорю, его нужно, там целая система обнаружения, слежения, ведения, наведения и так далее, то есть, исключается вариант, что какой-то пьяный, обкурившийся наш солдафон, значит, там, нажал кнопку... Не на ту кнопку... Не на ту кнопку нажал и случайно сбил наш... этот вариант исключил, абсолютно, да. Потому что там работа очень высокая, да, вышла, да, вышла, вот, поэтому есть еще что, рапира, это, значит, чуть больше, грубо говоря, стингера, да, дальше, дальше идет Хок, да, это тоже такая давнишняя ракета, так сказать, натовская, они, по-моему, первый раз стартанули ей, году в 56-ом, наверное, да, и с тех пор он совершенствуется, модернизируется, вот он импровод Хок, модернизированный Хок. Сейчас только модернизированные Хоки остались, старых Хоков нет, кстати, он у Ирана на вооружении стоит, между прочим, да, 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 он очень распространенная система, примерно, примерно, как наш 125-й комплекс, он примерно, они эквивалентны по решаемым задачам, вот, то есть, это высота до 20, примерно, километров, так сказать, да, ну, там, зависит от... Ну, это предельная высота, 20, это максимум, да, я думаю, что, фактически, он бьет 18, 15-18, скажем так, вот, в таком интервале. Это эффективная, эффективная, да, высота поражения. Вот, и по дальности он может шарахнуть, так сказать, знаешь, где-нибудь, это самое, я думаю, километра 50-то может шарахнуть. То есть, учитывая то, что там, ну, допустим, от Алепа до турецкой границы 40 километров, ну, это такие и расстояния, что, в принципе, пролет самолета на сирийской территории, буквально, там, 10 километров достается до границы Сирии, и вполне может вот такое системное... Да, больше того, они просчитывают, так же все просчитывается, рассчитают же и машины, так сказать, да, не человек, так сказать, да. Поэтому, в момент, когда он будет находиться, грубо говоря, на самой близкой расстоянии от границы, да, к этому моменту туда уже подойдет боеприпас, понимаете? Вот как, они встретятся в одной, в этой точке, то есть, можно рассчитать даже так, собственно говоря, да. Ну, опять же, как бы, да, Хок, извините, у него 900 килограмм ракета весит, о, да, да, поэтому, так сказать, уже даже просто его развернуть, это уже, так сказать, потребуется несколько грузовиков, так сказать, да, расчет у него достаточно большой, так сказать, да, вот. Хотя, конечно, специалисты мне скажут, слышь, дружок, ты что, забыл, как во Вьетнаме, так сказать, 75-е комплексы в тюках носили? Да, это было такое, это правда, так сказать, да, 75-е комплексы, американцы его называли телеграфные столбы летающие, представляете? И вот мы, так сказать, ну, наши специалисты, так сказать, нашим вьетнамским братьям, их разбирали, упаковывали в тюки, те их грузили, так сказать, да, на себя, на ослов, так сказать, да, затаскивали в джунгли, в самые непроходимые места, понимаете? В такие места, где у американцев было шоссе, где они привыкли летать толпой, так сказать, да, и никого не боясь, то есть, к ним дома практически, да, и ждали, когда их соберется побольше. И вот они идут опять по своему шоссе, так сказать, они знают, что это зеленая зона, они никого не боятся здесь, так сказать, они знают, что они у себя дома. И тут, представляете, джунгли раскрываются, так сказать, и вылетают телеграфные столбы, да, из, так сказать, болотистой зоны этих юго-восточных субтробиков. Вот из, и вот оттуда вылетают телеграфные столбы, так сказать, и сбивают. Ну, я понял, почему вы. То есть, если вот этот маршрут был, допустим, довольно проходимый нашими самолетами. Но они там пять дней били их, так сказать, именно вот на этой оперативной территории, они их били там пять дней. И там как раз основная масса-то этих грузовиков-то этих, наливников-то цистерна. А там еще уже под землей идут всякие, так сказать, начиная от самодельных пластиковых труб. То есть, вполне возможно, что вот этот хок могут расположить заранее вот на этих участках. Вполне возможно. Да, несколько батарей раскидали по горам, так сказать. Да, в режиме радиомолчания ждут, когда он подойдет. Он подошел, они уже, чик, сразу же навелись. Уже, так сказать, включается сразу локатор наведения. Это станция наведения. Не обнаружение, а наведение, как вариант. И все, отработало, так сказать, короткое время. Памс, и выключилось. Все. Образно. Скажите, а вот со спутников такой залп обнаружить можно? Гораздо проще, чем самолет. Чем самолет. Я про что и спрашиваю. То есть, если такая система сработает, то наши спутники... Ракета 900 килограмм. Ей надо... А я вас уверяю, что наши спутники... Притяжение земли преодолеть и вылететь туда. Сколько она сожгет топливо? То есть, понятно, что эта зона военных действий нашими спутниками просматривается тоже капитально. Ну, это... Ну, я надеюсь. Мы надеемся на это. Да, да, да. Ну, по крайней мере, в нашем, вон, их чуть ли не каждый день добавляют туда в группировку, так сказать, единицы. Да, да. Поэтому, я надеюсь. Ну, и такую ракету однозначно обнаружат, эту ХОК. Да? Такой залп. Залп. Ну, да. Во-первых, и цель такая, да. Если вот все так делать, засады ракетные, они делаются... Вообще, залпами стреляют в основном, да? Потому что есть же вероятность попадания, допустим, да? Там, допустим, не бывает 100%. Даже у самой совершенной, у того же, даже, грубо говоря, там, Патриот С-300, допустим, да, у них вероятность 0,95, там, 0,90, так сказать, да? И это хорошие, это очень отличные показатели. Начинали, извините, там, 0,3-0,4. Надо было 3-4 ракеты. А хорошо, еще какая может быть установка? Ну, и есть еще у них, так сказать, ну, тот же Патриот, так сказать, да, есть. Но Патриот, они, у них, он, он, американцы продают всем Патриот, да? Ну, продают так. Вот ракеты твои, да, заправочные машины твои, пусковая установка твоя, а система наведения наша. Вот так, образно, понимаете, так сказать, да, вплоть до, вплоть до, так сказать, включения в расчеты, да, американцев специалистов. Вот. Поэтому я не знаю, как насчет Патриот, так сказать, да, вот я тут быстренько посмотрел, по-моему, американцы, кажется, еще летом, по-моему, свои Патриоты оттуда куда-то передвинули. Да. Да, ну, по крайней мере, у них есть, конечно, там Инджирлик, грубо говоря, да, это, вот эта база известная, У-2 оттуда стартовал с Пауэрсом, так сказать, вот. Они, конечно, ее охраняют, там, конечно, Патриот стоит, однозначно, так сказать, да, вот. Но сюда выдвинут их, я сомневаюсь, так сказать, да, почему я вот скетически отношусь к этой версии, что это за земли били, так сказать, да. Есть еще у них «Най Геркулес», была такая серия ракет, это первое поколение ракет ПВО. «Най Гзиевс», «Най Каякс», «Най Геркулес», кто знает, так сказать, да, американские ракеты. Они за время вооружили ими весь мир. Это аналог нашего С-75-й комплекса, так сказать, да, огромная ракета, тоже 5 тонн весит, так сказать, на жидком топливе, грубо говоря, или там нет, стартовал пороховой, а вторая, третья ступень жидкотопливная, так сказать, да. Ну, жидкие, жидкотопливные они точно, так сказать, это вообще старые ракеты, вот, они есть на вооружении до сих пор, у дурок, я не знаю, сколько, ну, несколько батарей, так сказать, да, я думаю, 40 пусковых установок точно есть, так сказать, да. Пусковая установка, например, такая же, как на С-75, то есть такая же. Это точно такая же, грубо говоря, штанга, на ней эта ракета лежит, такая как телеграфный столб, один в один. Она метров 15 длиной, наверное. Могла и она быть, но от нее еще больше. Это почти как она по старту, по истечению газов, она почти как баллистическая. Она меньше, чем наш, грубо говоря, она больше, точнее, чем наш, к примеру, Искандер. В два раза больше, чем наш Искандер. То есть, такую дуру не заметить невозможно. Да, да, от нее там ступени будут падать, и что три дня сделать, образно, понимаете. Она у турок есть, мы говорим, что у них есть. Не говорите, так сказать, про намерения, скажите, возможности. Вот возможности у турок таковы, так сказать. Почему я говорю, что про Патриот, так сказать, я сомневаюсь, конечно. Во-первых, это дорого, Патриот, рассекретить Патриот. Ну и вообще, это значит, вообще, я не знаю, как они вообще будут сейчас турки, что они будут придумывать, да. Вот у них через два часа будет собираться Совет НАТО. Ну да, по этому вопросу. Да, мы сейчас и будем, как раз, придем вот именно к чему, так сказать. Да, как это все понять, в принципе, так сказать. Да, на самом деле, это касус Бейли, в общем-то. Это повод для войны. Ну, да, да, да. Вот это другой вопрос. Мы тут, как бы, говорим о технической составляющей. Тут это вещи известные. Мы вполне можем порассуждать. Рассуждать о других вещах. Я, конечно, переживаю за наших парней, наших летчиков, так сказать. Да, это конечно. Да, потому что наши экипажи, там самые, грубо говоря, взрослые, 40 лет ребятам, так сказать. Вы говорили в прошлый раз про то, что у американцев сегодня имеются очень мощные системы спасения. Да, служба спасения, самая лучшая в мире, находится у Америки. Реску, да, вот это вот. Самая мощная служба в мире. Ни у кого не было, ни до, ни после. Что-то у нас подобное. Больше, вы представляете, они ведь за два месяца назад, они вот эту территорию, да, турецкую, они, у них по всему миру эта служба, как не ИЧЭль, по всему миру разброса на их службу спасения, так сказать. Да, вот, ну, естественно, где находятся их авиабазы, так сказать, а тем более оперативные, там они живут, в принципе, так сказать, да, это как бы их территория, так скажем, да, вот, потому что, собственно, они-то для американских самолетов, вот. И они вот за два месяца, значит, вот этот отряд службы поиска и спасения от ВВС США, вот на территории Турции и близлежащих, так сказать, да, они утроили. Вот так, да? Вот так, да, это мало прошло, мало кто слышал, но проверьте, посмотрите, так сказать. Не исключен вариант, что наших летчиков кинутся сейчас искать любые службы спасения в различных целях. Ну, нет, нет, это они, нет, тут суть-то какая, они увеличили свою эту службу поиска и спасения, да, это для чего, значит, они предполагают, что их летчики будут там падать, понимаете, вот в чем суть. То есть они предполагают, что их летчиков будут тут сбивать. Кто? Почему? Вот вопрос. И почему они С-300, эти патриоты свои убрали, как раз именно с этой оперативной зоны? Почему? Хотя патриот, у него дальность, извините, 100 километров, даже больше, так сказать, да, последние, последние вот эти пак-3, так сказать, они, по-моему, по горизонту могут и на 150 шарахнуть. Да, поэтому, в принципе, он может пульнуть. Все понятно, в общем, по технической составляющей, наверное, все понятно, то есть вы склоняетесь все-таки к версии воздух-воздух, да, причем я думаю, что это наиболее малозаметный, наиболее эффективный, наиболее вот в современной техническом оснащении армии НАТО, значит, это самый приемлемый способ сделать вот такой, подкараулить и нанести удар. Да, да, именно подкараулить, он где-то, так сказать, вот о чем мы говорили, где-то в зоне затенения дежурил за горой, там, понимаете, а какой-нибудь спутник или там авакс какой-нибудь за 300 километров, так сказать, да, вот вместо событий этих за 300, представляете, а может и больше, даже за 350, понимаете. Он это все, так сказать, пасет, вот тот спрятался, вот, он видит наш самолет, передает там, опять же, через спутник, так сказать, да, вот, тот уже знает, где наш самолет, потому что они же все же, так сказать, в тандеме действуют, и все, летчик выскакивает на 3 секунды буквально, запускает эту ракету и опять прячется туда, все, да, ракета, так сказать, совершенная, летит быстро, никаких демаскирующих у нее практически факторов нет, так сказать, да, вот. Никаких отделяющихся частей, да, 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 но она, на самом деле, она небольшая, вранда, вот, при такой дальности, так сказать, да, под 100 километров она летает, так сказать, да, вот, она не больше 300 килограмм весит, но бычей все равно килограмм 50 есть, извините, это уже, так сказать, ведро с гвоздями такое, судя по кадрам, там самолет был сбит, да, тем более, такой конкретной мощной установкой, там, боевая часть там была, да, самые мощные боевые части, вообще, какие есть, обычные, да, кондициональные, ну, я не беру спецбоеприпасы, так сказать, да, они всегда ставились на ракеты именно противосамолетные, что воздух-воздух, что земля-воздух, да, задача какая, ограниченный объем, как можно быстрее донести до цели, которая тоже двигается, понимаете, вот в чем дело, а этот ограниченный объем, он весь, так сказать, работает на противоестественных принципах, так сказать, да, напротив притяжения земли, понимаете, то есть тут затраты энергии идут бешеные, так вот, чтобы, так сказать, они не зазря были, да, поэтому наши технологи, так сказать, по химике, химико-технологические, ну, не наши, так сказать, да, технологи химические, и кто работает непосредственно над созданием боеприпасов, именно, БЧ, боевой части, взрывчатых веществ, так сказать, да, все знают, что самые мощные взрывчатые части, это ракеты ПВО, любая, вот, душманы в свое время, это самое, у афганской армии наворовали 125-х комплексов, да, ну, пользоваться не умели, а открутили БЧ, боевые части, так сказать, да, и использовали их, как, в виде фугасов, так сказать, да, ну, и вот, американцы говорят, что от такого фугаса не защититься ничем, в принципе, ничем, вот. Сколько боевая часть, 300 килограмм? Нет, на 125-м, кажется, 125 килограмм, так сказать, ну, хватит, да я вас умолюю, да вы что, так сказать, ну, это по могуществу, по своему, так сказать, по брезантному своему эффекту, так сказать, да, да, а у взрывников взрыв это целая жизнь, целая жизнь, нет, интересно, а у них для них, они говорят, тебе взрыв и все, да, а для нас это целая жизнь, то есть это целая жизнь взрыва, он рождается и погибает, и за эту жизнь он должен сделать свои, выполнить свои функции, ну, это ихнее уже, так сказать. Ну, ладно, это уже, да, да. У меня еще такой вопрос возник, Павел, скажите, хорошо, СУ-24 они подкараулили и сбили тем или иным способом, значит, второй вопрос, СУ-34, имеет ли он в своем техническом оснащении средства такие обнаружения или уклонения, или ухода, или подавления вот таких вот вещей? Нет, ну, несомненно, СУ-34 это самолет следующего поколения. Вот, я и хочу спросить. Ну, конечно, это следующего поколения, это уже, так сказать, СУ-34 он более совершенный, он более совершенный. Он мог с такой ракетой справиться, да? Ну, я сомневаюсь, чтобы он справился с такой ракетой, да. Просто их, они, он, самолет дорогой, там на ТВД их мало, наши их берегут, понимаете? Мы же говорили, что, я говорю, мы исключим такие варианты, чтобы нас сбили старым оружием, понимаете? Ну, вот, поэтому, видимо, либо наши тоже что-то не подрассчитали, так сказать, да, ну, мало ли, знаете, в пылу атаки, так сказать, бывает такое, бывает такое. Конечно, сейчас там включатся такие аналитические мощные средства, естественно, что Гетштаб должен делать выводы. На СУ-34 стоят системы, да, которые непосредственно воздействуют на атакующую ракету. Вот, я не знаю, насколько они на сегодня широко нами применяются, вот, имеется в виду именно на тех машинах, да, но то, что мы эту систему разрабатывали с момента начала разработки СУ-34, это факт, вот, насколько она, так сказать, развернута. Будет эффективна в реальных условиях, неизвестно. Не, она эффективна в реальных условиях, да, другое, что, это тоже деньги, да, надо ли, развернули ли их на тех самолетах эту систему, да, да, она в основном, она в основном престижная, ну, образно, так сказать, подвешиваемая, да, вот. Ну, может быть, при таком развитии событий, что мы имеем такие сюрпризы от своих друзей по коалиции, значит, возможно, такие системы на наших СУ-34 появятся. Ну, вполне, потому что я, вот, честно говоря, смотрел так визуально, да, что-то там на законцовках у него висит, как бы, да, вот, наверное, она и есть там, там же несколько вариантов, да, там несколько вариантов. Или, может, уже и есть. Да, 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 потому что, по крайней мере, они вот летают там, да, у них на законцовках крыльев что-то висит, так сказать. Ну, то есть СУ-34 это более серьезный бомбардировщик, который действительно... Конечно, но это другое, да, это следующее поколение. Следующее поколение, да, он, 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 как раз, собственно, при его создании пытались, пытались избавиться от всех недостатков, которые были выявлены в процессе летной эксплуатации Су-24, да, и тактических, и технических. Мы говорили, если кому-то интересно, откройте нашу предыдущую эпизоду, там Павел очень подробно, интересно рассказал о свойствах самолета Су-24, которые сегодня... Да, только единственное, чтобы сказать, что он был самый массовый самолет после развала СССР. В России у нас летнопригодных самолетов было... Ты говорил об этом? Не говорил. Нет, что у нас именно было, он был самый массовый у нас, Су-24, среди всех марок. Представляете, вот когда мы поделились, да, в СССР, да, у нас получилось так, что у нас Су-24 по количеству экземпляров превосходил всех. Мин-29, 300, Су-27, 270, образно, да, а Су-24 500, вот так. Это был бы самый массовый самолет. Ну, пожалуй, наверное, все по вопросу технической части. Спасибо за интереснейшую информацию, просто интересную. Теперь действительно стоит только пожелать и болеть душой и телом только за то, за наших ребят. Да, тут единственное, чтобы я вот... Да, конечно, я прям переживаю за летчиков, представляете, да, это же... Ну, понятно, это да, это даже без слов. Ну, несколько, наверное, слов все-таки, чтобы тут, конечно, сейчас аналитика это включилась уже, тут нам практически делать нечего. Ну, да, значит, как только наши начали... Ну, такая последовательная цепочка, значит, встречи Путина с Эрдоганом, видимо, там какие-то беседы о чем-то, видимо, какие-то предупреждения друг другу шли. Тут однозначно, тут дождались, проходят выборы Эрдогана. Эрдоган со своей партией проходит, значит. Кое-как, но кое-как из последних сил, но практически он получает власть. А для Турции эта власть, наверное, уже будет делать из нее власть неограниченную. Тут после этих событий наши начинают наносить удары по экономической составляющей ИГИЛ, то есть по той продаже нефти, за счет которой они и живут. Нефть шла в Турцию. То есть эта же экономическая составляющая очень большое значение имеет для Эрдогана и для его партии. Вот, мне кажется, где-то здесь лежит причинно-следственная связь. Ну, некоторым ребятам вчера, ну, есть у меня свидетели, я вчера говорил, позавчера говорил, ребята, ждите конфликта с Турцией. Ну, как-то вот снялось. Да, а Турция, а Турция блок НАТО. Турция блок НАТО. Здесь настолько серьезнейший вопрос, который, вот я не знаю, ну, вот если сегодня на место Путина себя поставить, ну, не себя, конечно, ну, просто представить, что происходит в голове руководителя нашего государства. В принципе, наверное, вот подобная ситуация в его жизни политической возникает второй раз. Ну, да, извиняемся за помехи тут у нас в клубе. Вы имеете в виду после Курска? Конечно. Подобная ситуация происходила более мощная, более страшная, более трагическая. Как раз в начале его политической деятельности это, конечно, Курск. Когда, имея факт, это нам не говорили, конечно, но они все знали, кто атаковал и кто затопил нашу подводную лодку. Имея такой факт, практически глава государства не смог ответить адекватно тем, кто нанес этот удар. И вот сегодня такая же ситуация. Если взвесить все политические вот эти вот весы, которые происходят, ну, это, извините меня, ответ пополноценный, это мировая война. Да, война. Это мировая война. Значит, ответ не пополноценный. Ну, дай бог найти нашим политикам, дипломатам и военным аналитикам такие ходы, чтобы ответить так, чтобы было и достойно, и понятно всем, что такие шутки производить не надо. Но от наших друзей по НАТО, значит, участников коалиции борьбы с международным терроризмом можно ожидать любой пакости. Вот это сегодня мы наглядно видим. Тут они специалисты по пакостям, они вот на пакости, где-то вот они. Вот они, у них вся война, они ни с кем же не воевали. Да, начиная с 41-го года, так сказать, или когда там они, так сказать, открыли свой фронт, так сказать. Учитывая то, что... Они же никогда не воевали, они только пакостили, вот так вот мерзко, так сказать. Ну, понятно. Даже бомбить-то немцев они видели, как бомбили, гражданских бомбили. Сегодня мы имеем в виду Турцию, конкретно Турцию. То есть тут, ну, из всех вариантов, которые могут происходить, ну, действительно, это факт налицо. А Турция, так сказать, да, да простят меня мои друзья-турки, так сказать, да, я их уважаю, в общем-то, вот у нас тут есть, которые в Новосибирске, многих знают. Но, видимо, она что-то как-то, это, что-то она перестала понимать. Я вот смотрю, наверное, на Турцию, да. Это лидер такой. Мне кажется, она просто давненько не воевала, и что-то расчувствовались они просто. Интересный такой человек, Эрдоган, ну, его, в общем-то, в таких аналитических кругах называют довольно таким товарищем, ну, несколько такой психически неадекватным. То есть от него можно ожидать все, что угодно. То есть, такой, говорить о том, что какой-то самолет взлетел сам по себе, или какая-то ракетная установка там сработала сама по себе, Ну, это, ну, это, конечно, это, конечно, из области невероятного. То есть был дан конкретный приказ сбить российский самолет. И вот представляете, какая сейчас возникает политическая ситуация. Вот так. Я всегда говорю, смотрите вот на историю стран исторические, как они себя вели раньше, вот во время других каких-то вот событий, так сказать, да. Ведь, правда, Тютчев не зря же пишет, так сказать, да, и про богомерзкие умы, и, как, про богохульные умы и богомерзкие народы. Это Тютчев еще 250 лет тому назад написал, богомерзкие народы. Кого он имел в виду богомерзкие народы, так сказать, да? Вот это меня мучает вопрос, так сказать, да. Ладно, спасибо. Но я бы хотел закончить вот этот момент, да, про политические аспекты, так сказать, да. А Турция, она, по-моему, вот как они, так сказать, геноцид устроили армянам, с тех пор, по-моему, она больше не воевала по-серьезному. Вот. И всю дорогу она, так сказать, только лишь занималась тем, что, так сказать... Ну, не геноцид, нет, после геноцида армян она участвовала в Первой мировой войне, скажем так. Но это же геноцид и был в Первой мировой войне, геноцид армян. Почему? Чуть раньше. В 2014 год. Ну, чуть раньше, до событий. Ну, в преддверии, так сказать. В преддверии событий, значит, и потом в Первой мировой войне, во второй половине этой войны, как раз наши войска, Кавказский округ, участвовал в таких военных действиях против Турка. Да, но они, по-моему, только лишь... Ну, били их там, били... Да, и они никуда не выступали. Николай Николаевич, которого переместили с Западного фронта на Кавказский фронт, он занимался этими вещами очень... Да, но на сегодня Турция имеет полумиллионную армию. Самая большая сухопутная часть в НАТО – это Турция. Ну, скажем, да. Это серьезный, серьезный такой элемент мировой политики армии Турции. Я не скажу, что она по последнему слову оснащена, так сказать, да, но выпускают свою крылатую ракету, собственной разработкой, кстати. Да, вот серию она у них, вот-вот, или если не пошла, то пойдет через год буквально, чуть-чуть осталось. Вот, у них, кстати, они сейчас целую серию выпускают крылатых ракет, они, вот мы-то вот калибрами бьем, так сказать, да, вот. А они сделали малоговоритные крылатые ракеты, их чуть-чуть поменьше их не, да, особенно вот Норги, Норвежцы сделали хорошую ракету. Натолкнул меня еще на одну мысль. Давай еще одну мысль сейчас рассмотрим и закончим. Окей. Значит, хорошо, представим такую гипотетическую ситуацию. Наши вооруженные силы, значит, по приказу там и решению каких-то служб, значит, решают нанести удар возмездия по средствам ПВО турков. Ну, гипотетическая ситуация. Или с НАТО. Чем? Фронтовой бомбардировщик Су-34 может с этой задачей справиться? Спокойно. Спокойно. Так же, как и на Кавказе во время грузино-осетинской войны. Конечно. Дальше. Вот это наша система калибр. Да, Каспийская флотилия. Каспийская флотилия накроет ее сразу. Я почему-то ждал, почему подводные лодки не стреляют? Жду, когда подводные лодки стреляют. И третья подводная лодка, да? Да, да, да. То есть, вот такие вот варианты. Мы на самом деле этим калибром, ну, точнее, это была Х-55, так сказать, да? Это была демонстрация. И, видимо, эта демонстрация происходила не просто так. Это было предупреждение кому-то. Вот сейчас мы, наверное, понимаем, кому предназначались такие предупреждения. Ну, потому что эффективность таких ударов с Капийской флотилией, видимо, больше денег выкинута. Конечно, конечно. Чем эффект этого удара. То есть, это была демонстрация. Приклопной эффект именно непосредственно. Политическая, дипломатическая и так далее. Кому она предназначалась? Наверное, мы сегодня и видим, кому она предназначалась. То есть... Они, наверное, ответили нам. А, типа мы на ваш калибр. Ну, нет, нет, не на калибр. Имейте в виду, видите, сбили наш экипаж, так сказать. Вот почему. Ну, да. Ну, и подводные лодки, различные системы там, наверное, есть, которые подойдутся. Спокойно эти вещи решат. Ну, вот мы уже всем отстрелялись. Нам осталось только подводные лодки. Показать, на что они способны. Ну, ладно, Павел. Ну, и морякан тоже. Моряки говорят, почему у вас летчики тренируются, так сказать, на... Нам-то дайте пострелять. Надводные экипажи тренируются, так сказать. А почему подводники, так сказать, да? А крейсера такие вопросы могут решить? Конечно, но подводная лодка, это всегда скрытно. Подводная лодка, да. Крейсер его видно. Он без порта жить не может, так сказать. Его все равно он на виду, понимаете? Да, подводная лодка, в этом-то ее, так сказать, непередаваемая, так сказать, ценность. Ценность. Да, 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 что все, так сказать, черная гора пропала. И где она теперь вынырнется? Ну, ладно. Я думаю, наше руководство политическое, которое в последнее время демонстрирует действительно, ну, такой довольно здравый психологический эффект во всех действиях, мы будем рассчитывать, что они найдут выход из этой создавшейся сложнейшей мировой политической проблемы. Я тоже надеюсь, я тоже надеюсь, и хочу тоже сказать, что если уж нам они там засады устраивают, такие, так сказать, да, против самолетов, ну, что же, у нас, у нас такой опыт по этим засадам ПВО, так сказать, да, нет ни у кого таких опытов, поэтому если, товарищи турки, мы начнем вам засады устраивать, вам мало не покажется, так сказать, вы все свои Ф-16 вообще поставите на прикол и скажете, лучше не летать. Вот, хорошо, таких предупреждений мы не будем делать. Ну, это турецкое правительство, не знаю, кто... Это не в нашей компетенции. Спасибо за беседу. Спасибо. До свидания.